Итак, друзья, всем привет! Вы на канале SirShop. То есть у меня будет видосик про микрофон. Сегодня на обзоре у меня будет новенький микрофон от Fifine K669D. Этот микрофон динамический и он подключается по XLR. Исходя из всех последних обзоров, которые у меня были, Fifine умеет делать микрофоны. И я ожидаю от этого микрофона многое. Давайте рассмотрим саму упаковку. Строгий дизайн. Сразу мы видим здесь то, как должен выглядеть микрофон. Он полностью в металлическом корпусе. Чистый полный звук. Или чистый объемный звук. Как-то так, наверное, скорее всего переводится. Давайте не будем тянуть и распакуем этот девайс. Открываем коробку. Здесь мы видим такую брошюрку. Также видим инструкцию. Подставка для микрофона. Сейчас я покажу вам более подробно. Ну и непосредственно сам микрофон. Вот так вот он выглядит. Сразу в нижней части я вижу, что есть разъем для подключения двух типов резьб на стойках. В нижней части разъем для подключения. Есть вот такой сразу в комплекте держатель. Сеточка. Ага, она должна откручиваться. Сразу посмотрим, что внутри. Так, внутри я вижу, что там есть поролоновая защита. Ну и также вот так у нас выглядит капсуль. Мощно. Сильно. Здесь в этой части тоже такая поролоновая защита идет. Бля, выполнено очень качественно. Прямо чувствуется, как будто это монолит. И этот монолит, как будто бы даже стоит не те деньги, которые он стоит, а как будто бы даже дороже. Так, подставка у нас, вот это вот крепление тоже здесь откручивается. Мы можем открепить и приделать, допустим, на ваш какой-то паук, пантограф и так далее. Где нужно вот такое именно крепление. Так, с микрофоном, я думаю, все понятно. Так, дальше у нас была еще вот такая вот стойка. Стойка, кстати, сделана полностью из металла. Резиновые ножки, чтобы они гасили вибрацию и не было дополнительных шумов. Крепится микрофон вот с такой вот резьбой. Давайте прикрутим сразу ее на стойку. Ну, как я уже говорил, здесь крепление есть. Не помню точно маркировку. Сейчас снизу здесь подпишу, какие они бывают. Вот здесь они и есть. Все классно. Здесь штучка регулируется. Можно вот так наклонять и пользоваться. Давайте посмотрим инструкцию. Там наверняка есть про разъемы крепления. Да, 3,8 и 5,8 дюйма. Ну, самые распространенные, самые ходовые крепления. Характеристики я еще хотел бы посмотреть. Модель K669D. XLR. Динамический, кардиоидный. Минус 50, плюс-минус 3 дБ. Частота от 50 Гц до 16 кГц. Вот так вот выглядит инструкция. Кому нужно, поставьте на паузу и почитайте. И обратная сторона. Здесь также мы видим рекомендации, как нужно в микрофон разговаривать. То есть, если вы захотите в него поговорить вот так вот сбоку, не получится. Нужно разговаривать в переднюю часть. То есть, вот таким вот образом мы в него будем говорить. Примерно вот с такого расстояния. Все, по комплектации все. Я предлагаю немедленно перейти к тестам этого микрофона и послушать, как он звучит. Но для начала я хотел бы вам показать, как звучит сейчас комната. И теперь звук вы слышите непосредственно с камеры, на которую я записываю. По которой вы можете судить по качеству подготовки этой комнаты. А ее нет никакой. Да, ребят, комната совершенно не подготовлена. Обычная жилая кухня. Сейчас еще на улице ночь, а если бы был день, то, скорее всего, вы слышали бы, наверное, и шум соседей, которые здесь есть. И дом с тонкими стенами, и вы бы это все прекрасно услышали. Вот такой вот звук. Сейчас в следующем кадре вы уже услышите звук непосредственно с этого микрофона Fifine. Поехали. Итак, друзья, а теперь вы слышите уже непосредственно голос с этого микрофона Fifine, подключенный к внешней звуковой карте. По XLA разъему, который на нем есть. Очень плотный, шикарный звук. Наверное, вы это сейчас слышите, я еще не слышу. Я услышу все это дело только на монтаже. Я этот микрофон сейчас поставил просто на стойку, которая идет в комплекте. Я не знаю, будут ли там какие-то слышны сейчас шумы, но, скорее всего, должны. Вот, смотрите, я сейчас буду трогать стойку. Микрофон сам. Да, но какие-то шумы передаются. Я вижу по уровню звука на микрофоне, что какой-то шум все-таки есть. Но для удобства все-таки лучше поставить этот микрофон на пантограф, и с ним уже намного удобнее. Давайте я сейчас это сделаю, поставлю, и мы продолжим наш тест. Итак, друзья, вот в таком положении этим микрофоном пользоваться уже намного, скажем так, приятнее, потому что пантограф все-таки творит чудеса. Пантографом нужно пользоваться, и это очень удобно. Микрофон в кадре, сами видите, смотрится минималистично. Очень мало занимает места. Нет вот какой-то такой большой балабайки, которая вас закрывала бы обзор на камеру. Но при этом я сейчас уже послушал краем уха звук, и звук у него очень достойный. Давайте я вам прочитаю какое-нибудь четверостище, что ли, чтобы вы немного, опять же, поняли, как микрофон звучит. Я разговариваю сейчас на расстоянии где-то сантиметров 7 до микрофона, может быть, чуть меньше. Отец спрашивает Вовочку, ну, сын, ты уже большой, выбрал уже, кем хочешь быть, когда вырастешь. Да, пап, я хочу быть мойщиком бассейнов. И все? Нет, еще садовником, сантехником и доставщицем пиццы. Отец задумывался, почесал затылок и кричит жене. Слышь, мать, похоже, он нашел ту кассету. Сам рассказал, сам посмеялся. На самом деле, друзья, это еще не все. К тому, что сейчас мы с вами также потестим этот микрофон непосредственно в игре. А сейчас давайте перейдем на рабочий стол компьютера. И я покажу, при каких настройках у меня все сейчас работает и как я этим пользуюсь. Здесь также настроены еще несколько фильтров, которые я всегда ставлю. Но мы сейчас с вами их отключим и послушаем, как микрофон звучит сам по себе. Сейчас с фильтрами понятно, здесь шумодав и все остальное включено. А как он звучит на самом деле? Чистый звук. Вот это очень интересно. Нажимаем по этим трем точкам, нажимаем в фильтры. И у меня сейчас включено. Вы часто задаете эти вопросы. Что, как, почему? Расскажи, что ты включаешь? Давайте остановимся на этом не менее подробно, но и не максимум. Потому что отдельное видео по этому уже было, но все-таки пробежимся. Вместе установлен шумоподавление VBS. Хорошее качество, большее потребление ЦП. Также у меня установлен компрессор. Не помню, настраивал я его или нет. Настройки вот такие. Можете перекинуть себе. Вы также не забывайте, что звук микрофона и ваш голос, и эти настройки, они могут быть несовместимы с моим голосом и с моими настройками. Поэтому каждый раз крутите под себя. Для того, чтобы настроить микрофон, нажимаете вот на эти три точечки. Нажимаете расширенные свойства. И здесь в качестве микрофона нажимаете только прослушивание, заглушить вывод. И тогда вы будете слышать те эффекты, которые вы делаете. Я думал, что это очевидно, но многие походу не знают, что это такое есть. То есть включаете здесь, и потом здесь спокойненько можете настраивать и слушать сами, как звучит непосредственно ваш голос с этим микрофоном. Дальше лимитер у меня отключен, я им не пользуюсь. Усиление стоит 5 дБ. Можно тоже выключить, но у меня как-то он стоит, и пусть стоит. Пропускной уровень шума когда-то пользовался, сейчас я его заглушаю, не пользуюсь им совсем. И стоит у меня плагин VST, 2. какой-то там, FDR Nova. Нажимаем открыть интерфейс, и видим вот такую вот графику. Вот такие вот кнопочки, можете копировать, перестанавливать. Но в любом случае вам нужно будет под себя настраивать этот звук. Понятно? Поехали дальше. Отключаем все плагины, все шумоподавления. И вот так звучит этот микрофон. Я думаю, что это очень достойно, то, что я слышу сейчас в ушах. Мне этот звук, несомненно, нравится. Можно даже разговаривать чуть-чуть вот так вот поближе. И давайте проведем каких-то пару тестов. Бабушка пекла пирожки. Я разговариваю не очень громко обычно, но, скажем, средней такой громкости. То есть у меня нет голоса кричащего. То есть если у вас голос сильно кричащий, то вам нужно находиться немного подальше, во-первых, от микрофона. Во-вторых, вам нужно разговаривать не прямо вот сюда, а ставить микрофон немножечко вот так под углом. Чтобы у вас воздух выходил сюда, а микрофон стоял немного сбоку. Тогда у вас никогда не будет всяких ударных вот этих звуков P, B и так далее. Также послушайте тишину, которая есть вокруг от этого микрофона. Как вы поняли, по настройке у меня сейчас стоит в основном усиление до минус где-то 15-17 и иногда прорывается до желтого. То есть старайтесь, чтобы где-то у вас было примерно в этой же границе. То есть не старайтесь сделать звук максимально на желтый знак, на желтую зону. Иначе у вас в каких-то определенных моментах начнутся перегрузы. Ну и здесь еще момент, опять же, непосредственно к самому аудиоинтерфейсу. У меня на аудиенте сейчас стоит еще Clark Technic, это бустер. Ну бустер, он добавляет 20 дБ и в основном его задача в этом. На звуковой карте у меня стоят настройки примерно где-то на между часом и двумя часами. Где вот в этом диапазоне у меня стоит усиление для этого микрофона. Звук неплохой. Единственное, что бы я, наверное, добавил все-таки, может быть, если вы используете стрим, то можно обработать на лету, добавить высоких частот, там компрессии какой-то дополнительной. Если вы считаете, что это нужно. Если вы слышите вот этот звук и он вас полностью устраивает, то я думаю, даже добавлять здесь в принципе ничего не нужно. То есть пользуйтесь как есть. Также вы можете озвучивать свои видео, можете где-то просто общаться в играх. И без всяких фильтров дополнительных, шумодавов, всего, микрофон звучит вот так. Это чистый звук этого микрофона. Здесь нет никаких обработок и на монтаже никаких обработок добавлять сюда не буду. Если у меня где-то есть обработка, я об этом вам уже рассказал. Как звучит клавиатура, когда вы щелкаете по ней? Как будет слышно? Тоже частый вопрос. Будет звучать вот так, при вот таком вот уровне громкости, который я сейчас создал. Если вы пишете звук для своего видео, то вы потом можете усилить это дело на монтаже. И тогда вам нужно поставить здесь даже уровень громкости еще меньше. Давайте пощелкаем клавиатурой. У меня механическая клавиатура с красными свечами. Давайте нажимаем кнопочку N. P. Ну вот такой примерно звук вы слышите от клавиатуры. Сейчас также мы с вами пойдем скатаем каточку, как обычно в Fortnite. И вы послушаете, как этот микрофон будет звучать непосредственно в самой игре. Я верну обратно все плагины. Шумоподавление. Компрессор. Выселение. И плагин VST. И при этом вы получаете уже вот такой вот звук с этого микрофона. И не знаю, я еще послушаю на монтаже, но вот сейчас я уже слышу, что он звучит очень достойно. Очень. И за свои деньги можно сказать, что это прямой конкурент Shure SM7B. Да. Единственное, я иногда слышу, что здесь проскакивают вот эти вот ударные все-таки. Но у меня здесь нет дополнительной никакой ветрозащиты сверху. То есть можно было бы одеть еще, может быть, дополнительную ветрозащиту, чтобы если вы будете реально в него что-то петь или сетку. Все. Остальное прям вообще звук очень шикарный. Мне очень звук понравился. И в ближайшую, наверное, неделю-две вы можете наблюдать этот микрофон у меня на стримах. А те, кто у меня на стримы приходит на Twitch, Search Auto777, YouTube, Search Auto777, уже этот микрофон видели. Погнали каточку в Fortnite и послушаем, как звучит этот микрофон на фоне игры. Более подробную информацию по этому микрофону вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании. Там же также можете и узнать его точную цену на сегодня, потому что курс доллара время от времени меняется и не вижу смысла указывать цену прямо в видео. Но цена вас приятно удивит. Также, друзья, узнать о том, на чем я играю, как, камень, видеокарта, процессор и так далее, вы можете посмотреть на вкладочках видео на моем YouTube-канале. Ссылка на микрофон, кстати, в описании, только на YouTube. Упор на игру, как обычно, не делаем. Весь упор на звук. Чтобы затестить, как это все слышится, видится просто в игре. Также я хочу показать настройки, на которых я сейчас играю. Тоже могут возникнуть вопросы. Это 2К, ограничение стоит 144 и вот такие вот настройки. Можете поставить на паузу и посмотреть. Чё, гоу. Некоторые моменты буду просто вырезать, чтобы не затягивать ролик. Так, автомат один есть, уже хорошо. Так, давайте, кто играет в форт, то обязательно поставьте свой царский лайкосик, не забывайте. И также прошу забегать на стримы. Все самое новое, свежее всегда и оповещение также о стримах у меня в моем телеграм-канале. Ссылка на него будет тоже в описании. Так, окей, большая банка есть. Сейчас в комнате работает холодильник, компьютер, открыт балкон. Но я думаю, нам ничего не мешает с вами. Наверное, вот сюда я положу эту штуку. Не делаю никакие дополнительные настройки. Там, где было в видосе написано, что это чистый звук. Это реально, значит, чистый звук. Там уже будут все вопросы в вашей звуковой карте. Также давайте сейчас я выключу все фильтры, чтобы вы понимали, как работает микрофон с чистым звуком. Все, все фильтры у меня совершенно выключены. И вот такой звук получается. Надо чуть-чуть, наверное, поближе, да? Просто на фоне игры, когда будет, вы особо даже не услышите каких-то посторонних шумов. Вот так вот звучит микрофон. Чистый. Здесь не добавлено никакого плагина, никакого дополнительного эффекта и ничего. Вот какой-то хил нужен. Нет ничего. Где он? Копался, блин, который кусался. А че я только закрылся? У меня даже... У меня даже нет ничем сделать ремку, да? Вот оно. Ремкаемся. Все, давайте пока верну фильтр обратно, послушали, как звучит микрофон. В сухую, в чистую. Теперь возвращаю все фильтры. Вот так вот микрофон звучит уже с добавленными фильтрами. Где у меня машина? Кто видит? А вон стоит. Все, бежим в тачку. Так, хорошо. Все, бежим в тачку. Серьезно, блин? Зачем ты, пидал, упал-то? Вот это было очень неожиданно. О, по грязи мы заедем? проигрывать типа специально тоже не хочется блин мне туда надо да блин я конечно думал меня поток подхватит и его лечу на потоке на этом теперь самое может случиться все что угодно хорош хорош да блин почему почему так то как всегда на самом интересном месте его можно было спокойно брать все друзьям на это у меня сегодня все есть у вас остались какие-то вопросы милости просим с ними в комментарии к этому видосу но я пошел дальше старик с вами на стримах и в следующих видео давайте всем пока пока а на обзоре у меня сегодня был микрофон от fifine к 669 d динамически всем пока